Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Думната Спейс и сегодня у нас будет обзор на набор по серии Лего Звездные Войны под артиклом 75079 и под названием Shadow Troopers, что переводится как Теневые Солдаты, ну или Пехотинцы. Данный набор выпускался в 2015 году, насколько я помню, да в 2015, в принципе да и сейчас 15 год, но он у нас был в первом полугодии и в принципе сейчас его найти не так уж и трудно, особенно в моих магазинах в Украине, вот он 350 гривен стоит, конечно цена не маленькая, но это хороший battle pack, если вы хотите прибавить воинов в вашу армию империи, так как они здесь имеются и здесь есть множество полезных деталей. Как раз таки из-за этого этот набор я и выбрал. На задней стороне коробочки у нас есть море полезной информации, которая может вам помочь, ну и наверху показано как выглядит как раз таки сам пехотинец, ну и в принципе так он собственно и выглядит. Коробочка приятно стилизована, ну и все в принципе как обычно у Лего. Ну и начнем мы как всегда с наших любимых мини фигурок. Первая в нашем наборе, конечно у нас их двое, у нас тут две мини фигурки идентичные, так же как и вот эти вот гвардейцы. Вообще это Алая Гвардия, но они сделаны по игре Star Wars The Force Unlish, насколько я знаю, потому что только там встречались именно такие штурмовики, да и Алая Гвардия. Собственно вот такие вот у нас штурмовички, шадоу трупперы, очень классные мини фигурки, действительно детализированные, как вы можете видеть. Все пропечатано очень здорово. Лица у них в принципе одинаковые, вот такие вот злые клоны. Такие лица мы уже встречали в достаточно старых наборах серии Звездные войны, но в любом случае встречать их сейчас тоже достаточно интересно. Они достаточно хорошо символизируют как раз таки лица клонов из фильма, ну и из различных других игр и отвлений во вселенной. Как раз таки вот такие вот две мини фигурки у нас идут, и как вы можете видеть, у них тут немного белое на шлеме. Я точно не знаю, что это символизирует, но выглядит достаточно интересно и прикольно. Следующий у нас это Алые Гвардейцы со световыми мечами, хотя они не совсем Алые все-таки. Вот это у нас обычный Алый Гвардеец, старенький достаточно еще из набора Звезды Смерти. И как вы можете видеть, разница в них несущественна, изменен лишь цвет, ну и в принципе оружие. Оружие у этих конечно поинтереснее, оно тут с лазерным мечом, это у них посох такой. Плащи у них имеются, опять же, тому кому нужны плащи, берите этот набор, не пожалеете. Собственно, ну в принципе они похожи, опять же только цвета изменены. Но мне вот эти теневые конечно больше нравятся, они какие-то более колоритные и интересные. Можете видеть, они вот именно как ситхи выглядят, или какие-то охранники ситха. В общем, интересные мини-фигурки, всем советую этот набор, даже если вы хотите просто таких вот парней. Ну и как раз таки перейдем к самому набору. Он достаточно маленький, помещается в ладонь мою, хотя он даже меньше моей ладони. Ну, в любом случае, он интересно сделан тут, он не перегружен деталями на самом деле. Хотя они все на своем месте символизируют и играют роль по большей части декоративные вот эти вот красные как раз таки прожектора. Также у штурмовиков имеются вот эти вот два бластера, которые могут выстреливать. Это была как новинка в 2014 году. В принципе, их можно убрать вот как раз таки вот сюда и так заклипнуть. Ну и они будут символизировать какого-то рода оружие. Собственно, вот штурмейки у нас достаточно хорошо сидят и спереди у нас тут две закрылки, которые могут двигаться. Также крылья сами поднимаются, ну и выстреливают вот эти вот пульки. В принципе, вы всех их уже видели, они достаточно давно появились в компании Лего. Что ж, друзья, вот такой вот обзорчик у нас получился на замечательный батлпак. На самом деле, всем советую, отличный набор, кто хочет пополнить свою армию Галактической Империи. Этот набор точно для вас. Что ж, на этом все. С вами был я, Даминатаспейс. Всем удачи и всем пока.